Как и в прошлом году, весьма продолжительно в два круга проходит открытое первенство Угличского муниципального района по волейболу, в котором принимают участие 7 мужских и 5 женских команд. Статус открытого ему придают команды Мышкино, Большого Села и соседей Стверской области, Калязино. Александр Григорьевич, не для кого не секрет, что с нетерпением ждут сами волейболисты, любители волейбола в нашем городе, именно чемпионат, именно круговое первенство. И вот оно состоялось, вот оно в самом разгаре. Что вы от него ожидали и как оно проходит именно для вас, не как для тренера, а как и для специалиста в нашем городе? Ожидали этого первенства давно и знали, что оно будет проводиться. Ну, были какие-то неурядицы с этим первенством, потом все выладилось. Сейчас проводится в два круга. Первый круг мы уже почти завершили. Вот. Ну, что еще можно сказать? По составу, в состав расширился, по крайней мере, у девушек. Да, у девушек играют не только угресские команды, но и у Большого Села хорошая команда. И вот сейчас играли Калязин. Тоже. Эти все девчонки-выпусницы детских спортивных школ. Ну, играют неплохо. Сейчас мы проиграли 2-0. В первом круге мы у них выиграли 2-1. Так что продолжается первенство. Все продолжается. А как вам кажется, вот такая растянутость по времени, такой временной период, достаточно длительный, это идет на пользу или напротив? Да, я думаю, что на пользу. Дело в том, что они в каждой игре готовятся, тренируются. А если провести быстренько, как раньше проводили, в неделю, в две недели, и все, закончилось. И опять до будущего года. Некоторые команды играют только здесь, на первенство города. Вот. Ну, вот как наша команда, они играют и на область играют. Ну, вот. Недавно мы отыграли область. Девчонки заняли первое место, мальчишки – второе. Это педколледжем? Да, это учебное заведение. Среднее. Это хороший результат. А здесь какие-то открытия, может быть, что-то новенькое для вас вот здесь, в этом первенстве? Да нет, все вроде. Все то же самое, все те же игроки. Кто, ну, где-то, кто-то один-два появится, и все. Мужская команда из Мышкина тоже вам известна? Ну, они уже участвуют не первый год. Все те же самые, да? Все те же самые, да. Они начали, когда первый год играли довольно-таки слабенько, сейчас добавили они за счет того, что вот у нас играют, и они еще играют там на районы, еще где-то играют. Добавили, здорово добавили. Рискнете прогноз сделать, кто станет? Нет. Хотя вы первое, нет? Нет. Ну, что ж, спасибо. Пожелаем, наверное, всем игрокам успехов, здоровья, играть без травм, и приносите красивую игру, красивое зрелище нашим болельщикам. Спасибо. Соревнования продлятся до 23 апреля, а в этот вечер наша съемочная группа побывала на интереснейшем матче между студентками педколледжа и колязинскими волейболистками, в котором победили, как уже сказал Александр Степанов, гости со счетом 2-0, взяв таким образом реванж за поражение в первом круге. Спасибо. 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 Спасибо.